Добрый день, коллеги, дамы и господа! Сегодня мы проводим видеомост Москва-Цхинвал Международного информационного агентства «Спутник» на тему «15 лет спустя. Геополитическое значение признания России независимости Южной Осетии». Я хочу прежде всего представить гостей, которые у нас сегодня на московской площадке. Государственный советник президента Республики Южная Осетия, депутат парламента Южной Осетии 1-го, 2-го и 3-го созывов, председатель партии Отечества Вячеслав Федорович Гобозов. Как мне сказали только что коллеги, вчера у Вячеслава Федоровича был день рождения, поэтому мы обязательно в самом начале встречи вас хотим поздравить. Также у нас сегодня в гостях доцент кафедры истории и философии Московского государственного института культуры, кандидат политических наук Артур Викторович Атаев, руководитель отдела Кавказа института стран СНГ, кандидат исторических наук Владимир Владимирович Новиков, ректор Юго-Осетинского государственного университета, профессор Вадим Батазович Тедеев. Добрый день. И также на связи с нами пресс-центр «Спутник Южной Осетии» в Цхинвале. Еще раз вас приветствуем, Наташа, вам слово. Добрый день, Виктория, спасибо. Я хочу тоже представить нашего гостя, это госсоветник президента Батраз Дударович Бегизов. Добрый день. И готовы к общению. Я хочу напомнить, что 26 августа 2008 года Российская Федерация признала государственную независимость Южной Осетии. В нынешнем году мы отмечаем 15-летие этого важного события. Поговорим сегодня о том, что стало основными достижениями республики за эти 15 лет, каковы перспективы и направления развития, и также сотрудничество с Российской Федерацией. Вячеслав Федорович, прежде всего, хочу слово предоставить вам, как август 2008 года стал геополитическим рубежом для России, Южной Осетии и всего мира, и каково, на ваш взгляд, историческое значение признания России независимости Южной Осетии. Спасибо большое. Действительно, события, которые произошли в августе 2008 года, 15 лет, которых мы сегодня отмечаем, без преувеличения, они имеют грандиозное историческое значение. И масштабность их такова, что мы, я думаю, даже сегодня еще, спустя 15 лет, не оценили все до конца по достоинству. Агрессия Грузии против Южной Осетии, последующая за ней российская операция по принуждению агрессора к миру и признание России независимости Южной Осетии и Абхазии стали наглядным проявлением тех геополитических тенденций, которые показали качественные изменения картины мира сегодняшнего. Именно в контексте анализа вот этих событий, причин, последствий и итоговых, во многом становится понятным и то, что происходит в мире сегодня. В том числе, я, конечно, имею в виду и трагические события на Украине. Даже самые наивные сегодня уже понимают, что агрессия Грузии против Южной Осетии 15-летней давности – это был отнюдь не локальный какой-то там региональный конфликт. Хотя надо отдать должное адвокатам официального Тбилиси, они очень сильно постарались, чтобы внушить всем, что вот то, что случилось в Южной Осетии, это не более чем, так сказать, результат действий не совсем адекватного диктатора. Тем не менее, истинные сценаристы этих событий были Соединенные Штаты и их союзники, как сейчас их называют, да, это обозначает коллективный Запад. И сейчас, спустя 15 лет, есть все основания утверждать, что для них вот этот, на первый взгляд, локальный конфликт был на самом деле одним из элементов их глобальной игре против России, ну, который, значит, очень часто обозначает как политика сдерживания России. И эта политика имеет сегодня продолжение, к сожалению, на Украине. Понятное дело, что агрессия Грузии против Южной Осетии и последовательное за ней признание России независимости Южной Осетии, это в какой-то степени своеобразный действительно геополитический рубеж, который, с одной стороны, показал все слабости и, значит, недостатки того мира, который в тот момент складывался, политический мир, международный мир. А с другой стороны, он зафиксировал фактически начало и неизбежность геополитических перемен. Ведь, если говорить честно, если говорить откровенно, одной из важнейших причин событий 15-летней давности, если не самой важной, была беспокойность Соединенных Штатов и их союзников тем, что Москва все настойчиво отстаивает свои национальные интересы, представляя все более очевидную угрозу для тех, для их, ну, как они сейчас обозначают, говорят, порядка, основанного на правилах. Организаторы грузинской агрессии против Южной Осетии явно рассчитывали, что Россия не вмешается в эти события. Ну, они просчитались. Но здесь все-таки стоит подчеркнуть, отдать должное Москве, что она 15 лет назад, так же, как и вот недавно, перед началом СВО, до последнего пыталась избежать прямого военного вмешательства в конфликт, предпринимая попытку воздействовать на ту же Грузию, значит, через Соединенные Штаты, Организацию Объединенных Наций. Даже после того, как, значит, операция по принуждению агрессора к миру закончилась, Россия не была настроена на продолжение конфронтации. Она, в общем-то, была готова к компромиссам. Она согласовала вот эти шесть принципов Медведева-Саркази. Она вывела свои войска из Грузии, пошла на другие компромиссы. Однако в ответ она что получила? Вот это она получила от коллективного Запада, значит, попытки протащить в Совбезию на антироссийскую резолюцию, требования убрать войска из Южной Осетии и Абхазии, заявления о том, что Запад не только поможет Грузии восстановить боеспособность, но и в ускоренном порядке примет ее в состав. Кстати говоря, некоторые российские политологи, политики, в том числе российские, да, не только российские, и сегодня считают, что если бы Москва, что Москва, вернее, официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии только потому, что для нее стала абсолютно очевидной тщетность надежды на маломальский конструктивную реакцию Соединенных Штатов Европы на любые российские предложения. Я даже помню, я вот не помню, какой из политологов, но он сказал, что если бы Саакашвили не стал редактировать вот эти принципы Саркази-Медведева, да, и убирать последний пункт, который был в их редакции, может быть, Москва и не пошла бы на признание независимой Южной Осетии и Абхазии. Но это, конечно, все сослагательное наклонение получилось так, как получилось. И как бы то ни было, сегодня мы можем говорить о том, что август 2008 года более чем наглядно продемонстрировал конец геополитического отступления России, которое имело место с начала окончания Холодной войны и возвращение России в число держав, определяющих мировую повестку событий. Вот это очень важный тоже геополитический рубеж для России. Август 2008 года стал тем водоразделом, который зафиксировал, если не конец, то уж точно неизбежность конца однополярного мира и господства одной сверхдержавы. Именно это осознание, вернее, этого факта и принятие новых геополитических реалий с трудом дается западному миру. Подтверждением тому являются и нынешние трагические события на Украине, опять говорю, и беспрецедентные эти российские санкции, и открытая просто циничная русофобия, развязанная в мире, ну и другие события на постсоветском пространстве, которых мы тоже хорошо знаем. Самое интересное, что в августе 2008 года действия России вызвали у Соединенных Штатов и их союзников настоящий шок. Это в какой-то степени было удивительно тогда, учитывая прагматизм Запада и учитывая то, что Россия в принципе тогда не особо скрывала алгоритм своих действий в случае, если Грузия совершит агрессию против Южной Осидии. Тем не менее, они впали в шок, и многие тогда списали этот шок на синдром победителя, мол, Запад, который считает себя победителем в холодной войне, не ожидал, что Россия так быстро начнет возвращать себе позиции на мировой политике. Однако сегодня, учитывая украинский опыт, учитывая контекст украинский, можно констатировать, что дело было не только и не столько в этом синдроме победителя, сколько в том, что недооценка и недопонимание России, мотивов ее действий и процессов, происходящих в России, со стороны коллективного Запада имеют, если можно так сказать, системный характер. Только этим я сегодня могу объяснить тот факт, что сегодня на Украине коллективный Запад совершает ровно те же ошибки, что и 15 лет назад, но только в более масштабном, продолжительном и трагичном варианте. Включая, кстати, и широкое использование нацистской идеологии для оболванивания народа, тогда грузинского, сейчас украинского. Мы, кстати говоря, 15 лет назад и даже раньше, с самого начала, обращали внимание на национал-фашистский, нацистский фактор в деятельности грузинской власти, но тогда это всем казалось преувеличением. Ну, сегодня, после украинских событий, это уже, так сказать, не кажется таким привлечением. В августе 2008 года политика Соединенных Штатов и их союзников потерпела поражение. И у меня мало сомнений в том, что и сегодня они просчитаются на Украине. Однако, вряд ли, хотелось бы не ошибиться, но вряд ли коллективный Запад откажется от своей политики, сдерживанной Россией, даже после того, как закончится украинский кризис. Соединенные Штаты и их союзники продолжат попытки поджигания границ России, проводя с настойчивостью достойной лучшего применения. Эту самую политику, пресловутую сдерживанию России, направленную фактически на то, чтобы заставить Россию отказаться от защиты своих национальных интересов и от защиты своих друзей. Но все-таки я постараюсь закончить, так сказать, на более позитивной ноте. Признание Российской Федерации независимости Южной Осетии положило конец почти 30-летнему противостоянию с Грузией, положило конец, в основном, в обозримом будущем, попыткам Тбилиси решить юго-остинский вопрос силовым путем, военным путем. Для Южной Осетии события 15-летней давности – это тот рубеж, с которого, наконец, республика получила возможность жить в мире. И, конечно, никто, наверное, лучше нас не знает, насколько хрупкий может быть этот мир, особенно в эпоху геополитических перемен. Спасибо за внимание. Спасибо. Хочу передать слово Артуру Викторовичу Атаеву. На ваш взгляд, каким вы видите будущее Южной Осетии, и в особенности, может быть, мы хотелось бы затронуть в контексте евразийской интеграции и затронуть вопрос также миротворческого потенциала Южной Осетии на Южном Кавказе. Да, спасибо большое вам. Ну и позвольте, прежде всего, таких три кратких тезиса в унисон тому, что сказал вам Вячеслав Федорович. Входит в такой ареал политологической ответственности такой термин, как «грузинский капкан», или вошел уже, а теперь уже с началом СВО вошел термин «украинский капкан». И вот убеждение таково, что без грузинского капкана невозможно было реализовать коллективному Западу так называемый «украинский капкан». Вот так же взращивали Зеленского, ровно так же, как взращивали шаг за шагом, фонд за фондом, выступление за выступлением, так же взращивали Саакашвили, как антагониста-русофоба. Вот прям классического русофоба в стиле 19 века. Потом этот стиль 19 века трансформировался уже в 21 век, когда за неадекватной, прошу прощения, за неадекватной именно риторикой шло неадекватное действие. Вот неадекватное действие – это август 2008 года. Я вспоминаю слова Медведева, он не верил, когда ему докладывали президенту ночью о том, что происходит, он просто не верил. Потому что вот этот вот тот самый грузинский капкан, куда попала вся Грузия благодаря одному Саакашвили. Вот ровно так же, благодаря одному Зеленскому, вся Украина попала в украинский капкан. И таких капканов на постсоветском пространстве, вот в орбите России, очень много, к сожалению. И для нас, прежде всего, это, если для Грузии это грузинский капкан, то для России это юго-остинский урок. Мы должны извлечь, вот в результате, вот сейчас уже прошло довольно много времени, сейчас уже нужен трезвый анализ. Трезвый анализ. Такой политологический, социологический, социокультурный анализ. И вот в результате этого трезвого анализа, что приходит первое на ум? Что сложился уникальный тип государства. Вслед за типом личности, вот сложился тип государства. Государство, которое небольшое по территории, 90% которого приходится, внешняя территория границ, которая приходится на границу с Грузией, 10% это граница с Россией. И вот оно противостоит коллективному Западу. До недавних пор, до начала СВО, Столтенберг как минимум три раза в год заявлял в России. Россия ультимативное заявление делал о том, что Россия обязана отозвать признание государственности Южной Сити. Вот так. То же самое делал администрация Обамы, то же самое делал администрация Трампа, то же самое делал администрация Байдена. Вот сейчас просто в результате того, что украинский капхан сейчас реализовывается, вот просто небольшая отвлеченность от Южной Сити. Это первый тезис. Второе. Как бы кому не хотелось, как бы кто не комментировал обратно и не позиционировал обратно, Юго-Остинская государственность состоялась. Мы помним, что вслед за признанием государственности было в 2008 году, какие заявления были в том числе от либеральной общественности здесь, которая имела такое серьезное право голоса в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в Екатеринбурге, о том, что государственность буквально через год куда-то денется. Так вот, вопреки этим прогнозам, которых было неимоверное количество среди политологов, государственность состоялась. Да, есть нюансы, притирки в политической системе Южной Осетии, как раз-таки они свидетельствуют о том, что вот мы видим состоявшуюся государственность. И, конечно, вы знаете, вот я спрашиваю всегда, почему Саакашвили первонаперво ударил по Юго-Остинскому государственному университету. Ракетно-бомбовый удар по Цхинвалу, спящему, пришелся не по дому, в котором жили политические элиты, не по дому правительства, по Юго-Остинскому госуниверситету. Первым загорелся в результате вот этого ракетно-бомбового страшного удара, вот из этих высот, Юго-Остинский госуниверситет. И вот для меня показателем состоявшегося государства как раз-таки является присутствующий здесь ректор и состоявшийся, признанный на евразийском пространстве, вошедший в Евразийскую ассоциацию университетов, Юго-Остинский государственный университет. И вот теперь уже позвольте так же лапидарно ответить на ваши вопросы. Вот как раз-таки вход в евразийское пространство возможен через образование для Южной Осетии. Это не политический, не чисто политический процесс для Южной Осетии. Как раз-таки те образовательные программы, которые имеют реальную интеграционную составляющую, а мы знаем Вадима Бутазовича как человека, который позиционировал этот тезис еще в Российском институте стратегических исследований, на площадке Московского госуниверситета, когда входил в Российский союз вузов. Вот образование и культура благодаря Юго-Остинскому госуниверситету должны, на мой взгляд, стать авангардом. И так происходит. Так происходит реально. Благодаря тем публикациям, тем выступлениям, программам реально действующим. Это есть. И мне кажется, что евразийское будущее Южной Осетии, оно запредельно. Потому что, во-первых, геополитическая составляющая, уникальный геополитический ландшафт Южной Осетии диктует уникальный политический ландшафт Южной Осетии. Вот это пространство, которое позволяет, в том числе с геополитической точки зрения, контролировать значительную часть Закавказья, вполне стратегически укрепляет позиции России на Южном Кавказе очень серьезно. И, конечно, будущее Южной Осетии. Будущее Южной Осетии – это состоявшаяся республика, состоявшаяся республика, которую в обозримой перспективе и признает и Грузия. Тут нужно иметь в виду, я опять-таки процитирую Медведева, тогдашнего президента Южной, ой, прошу прощения, России, когда он говорил, наставляя первого посла России в Южной Осетии, Эльбруса Коняковича Каргиева, наставляя его в своем кабинете, он ему говорил, нам нужно такое посольство сделать, чтобы когда американцы строили рядом посольство, чтобы они завидовали нашему посольству. Ну, такая сентенция. Так вот, дело в том, что нужно иметь в виду, что Южная Осетия еще имеет колоссальный миротворческий потенциал. здесь формула Южной Осетии по решению или по вкладу в решение Приднестровского, Абхазо-Грузинского конфликтов, Донецкая ситуация, которая действительно во многом регулировалась, ну, к сожалению, в большей степени латентно, через Южную Осетию, он не использован. Вот этот потенциал, который имеет такую, ну, реальную подоснову, то есть это реальные люди, это реальные связи, вот его нужно использовать. Вот мне кажется, что абхазский вектор развития России, вот российской политики в Абхазии, точнее говоря, вот он тоже должен иметь и определенный юго-остинский акцент. Мы знаем, что, ну, ряд даже внутренних конфликтов улаживались или реализовывались в такое, или трансформировались в нормальное пространство политическое с помощью юго-остинского миротворческого фактора. Дело в том, что, опять-таки, мы видим, что, к сожалению, НАТО, проводя регулярно учения «Достойный партнер» в полуторакилометровой зоне ответственности от границы Южной Осетии, осознает важность Южной Осетии очень серьезно. И тут не только близость к трубопроводам, а тут еще и чисто геополитическое значение Южной Осетии. Вот, опять-таки, мне кажется, что сегодняшнему российскому внешнеполитическому ведомству нужно тоже вот так же, как и НАТО, осознать значение Южной Осетии. И это, может быть, даже не декларативно нужно, а, опять-таки, по аналогу тех программ, которые реализовываются в Юго-Остинском госуниверситете, вот это вклад в будущее. Потому что сегодня за этим типом государства, которое состоялось под названием Южной Осетии, нужно и закрепить особый тип личности, который будет поддерживать вот этот российский фактор в Южной Осетии и Юго-Остинский фактор в России. И это нужно сделать с помощью программ образовательных. Опять-таки, подчеркну, и мы знаем, что МИД реализовывает классные образовательные программы, классные межкультурные программы в странах Южного Кавказа, но и таких программ нет в Южной Осетии, к сожалению. Спасибо. Вадим Батазович, обязательно предоставлю вам слово, поскольку говорили сейчас и об образовании, но сейчас передам слово в Цхинвал. Пожалуйста, Наташа, у вас тоже есть вопросы. Спасибо, Виктория. Да, у меня вопрос Батразу Дударовичу. Батразу Дударович, как бы вы охарактеризовали 15 лет мира для Южной Осетии, и что для вас значат августовские события 2008 года и признание независимости Южной Осетии и Российской Федерации? Спасибо за вопрос. Несомненно, геополитическое значение событий августа 2008 года и признание России независимости Южной Осетии заключается и в коренном переломе российской внешней политики, которая до этого момента характеризовалась уступками и мягкими упреками во имя сохранения хороших международных отношений в надежде на более высокую политическую сознательность и ответственных тех сил, которые взяли жесткий и бескомпромиссный курс на сокращение роли России в мире ее ослабления по всем политически и экономически значимым вопросам. Для игроков в большой политике Закавказья всегда имела большое политическое значение, а для России регион всегда представлял особую важность в сфере своей безопасности. России было необходимо всегда решительно отстаивать свои и защищать свои национальные интересы. Признание Южной Осетии России в августе 2008 года в ответ на варварскую военную агрессию Грузии было, конечно, судьбоносным для осетинского народа и для нашей маленькой миролюбовой страны в целом. О заключении договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи привело и открыло новые возможности для мирного строительства и реализации геополитической стратегии России на Южном Кавказе. Часто спрашивают, каким потенциалом вообще обладает Южная Осетия. Здесь я хочу подчеркнуть, что Южная Осетия обладает большими возможностями для своего развития. Большое значение в этом имеют, конечно, минеральные ресурсы страны. Только Квайсинский район является одним из самых крупных рудных районов на постсоветском пространстве. Находятся в этом районе более 8 миллионов тонн запаса сфинцево-финковой руды. Также хочу подчеркнуть и богатство маленькой осетинской земли месторождениями нефти, меди, газа, известняка и другими полезными ископаемыми. Климатические условия Южной Осетии создают уникальные возможности для развития туризма в нашей стране. Особенно в хорошей экономической перспективе имеет горнолижний туризм. Говоря о значении признания независимости Южной Осетии, следует подчеркнуть, что оно стало залогом стабильного развития и уверенности осетинского народа в спокойном будущем. Говоря о прошедших годах, следует отметить, что за все 15 лет, за все эти 15 лет была восстановлена разрушенная войной инфраструктура нашего государства. сформирована договорно-правовая база во всех сферах деятельности, разрабатывается и реализуются проекты социально-экономического развития Южной Осетии в рамках инвестиционных программ. Виктория, с Вашего разрешения я еще бы хотела задать вопрос Вячеславу Федоровичу в Москву. Вячеслав Федорович, большое значение в развитии отношений между двумя государствами имеет сотрудничество в законодательной сфере. Расскажите, пожалуйста, про межпарламентское сотрудничество России и Южной Осетии. Межпарламентское сотрудничество России и Южной Осетии шло еще до признания России независимой Южной Осетии, еще и с первого, со второго, третьего парламента. На самом деле российские парламентарии оказывали нам и тогда очень большую помощь и в политическом плане, и в методическом плане. То есть это сотрудничество с самого начала образования нашего государства. Но после 2008 года действительно оно вышло на новый этап, это этап межгосударственных отношений. Существует очень много различных соглашений парламента с Государственной Думой, парламента Южной Осетии с Государственной Думой, с Советом Федерации. Обе палаты российского парламента очень активно взаимодействуют и по парламентской линии, и по непарламентской линии. Вот здесь Вадим Бутазович присутствует. Он, я надеюсь, расскажет о том, как проходила презентация университета в Совете Федерации, как один из примеров мероприятий, очень важных мероприятий, которые мы осуществляем с помощью российских парламентарий. Я уже не говорю о том, что практически во всех важных для Южной Осетии мероприятиях парламентарии из Государственной Думы и Совета Федерации принимают активное участие. Это не значит, что нет потенциала для дальнейшего развития. Есть огромный потенциал для дальнейшего развития. Я думаю, что во многом необходимо именно нам, Южной Осетии, активизировать, югостинским парламентариям, активизировать свою работу со своими российскими коллегами. По разным направлениям там уйма, и очень много вопросов, которые требуют реализации, требуют решения. И это вопросы, которые больше нужны нам. Поэтому, естественно, голова должна болеть у нас. Поэтому есть огромный потенциал для дальнейшего межпарламентского развития. Я надеюсь, что вот тот вектор, который сегодня существует, он будет еще более активно осуществляться между парламентами Южной Осетии и России. Спасибо. Ремарочку можно? Конечно. Просто я хотел бы поблагодарить директора, присутствующего здесь Владимира Владимировича, директора Института стран СНГ Константина Затулина за то, что как раз-таки он стоял у инициаторов. Я помню, как он еще с первым президентом, вот как они налаживали вот как раз-таки эти связи. Здесь, наверное, стоит выделить его как персону, которая... Он будет как раз на праздновании 15-летия признания. Да, 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 он будет. Владимир Владимирович, вам передам слово. Хотелось бы затронуть тогда тему взаимоотношений Российской Федерации и Южной Осетии и Грузии после августа 2008 года. И, может быть, мы немножко затронем вопрос о Грузии в условиях СВО. Есть ли границы у российско-грузинской перезагрузки? Ну, вот я на самом деле хотел бы начать как бы... Те отношения, которые мы можем, значит, обозначить как российско-грузинские, это после 2008 года, это можно перед 2008-2012, то есть последние годы Саакашвили, когда фактически было взаимное неприятие и полное отсутствие каких-либо отношений. И потом возник приход партии «Грузинская мечта» 2012, где-то до 2022 года. Я бы выделил период, когда это 10 лет, когда это были сложные отношения, скажем так, холодного мира. То есть отсутствие дипломатических отношений, но присутствует де-факто отношения экономические, какие-то понятно, что там какие-то вещи были бы невозможны, например, там Сочинская Олимпиада была бы невозможна без неких прагматических контактов между российскими и грузинскими правительственными органами. А теперь все говорят и восхищаются тем периодом, который у нас становился после 24 февраля 2022 года, которые говорят, что это российско-грузинское потепление, российско-грузинская перезагрузка и так далее. Сразу оговорюсь, что, может быть, это будет непривычно в этой аудитории, что то, чтобы Грузия не открыла второй фронт, то, что Грузия взяла за свою роль нейтралитета, то, что правящая грузинская партия несколько раз жестко говорила, что мы не откроем второй фронт и мы не присоединимся к санкциям, это для России хорошо. Однако я бы хотел выделить, положить бы ложку дегтя в эту большую бочку политологического меда. Что Грузия при этом не, скажем так, четко дает и показывает те границы некой перезагрузки, которые сейчас осуществляются между Россией и Грузией. Ну, например, давайте сразу скажем, что 10 мая российский президент подписал указ об отмене визового режима и в возобновлении прямого авиасообщения, а буквально через день выходит большое интервью президента ТПП России Сергея Павловича Катырина, который говорит, что мы заинтересованы в открытии транспортных путей в регионе, идущих через Грузию, в том числе Абхазия, я не помню, называл ли он Транскавказскую магистраль или нет, но буквально через 3-4 дня генсек правящей партии грузинская мечта Ираклий Кабахидзе говорит, а вот эти вот все, нам достаточно Верхнего Ларса, нам достаточно аварокахитинской дороги, нам достаточно авиасообщения, все остальное, открытие остальных транспортных путей не соответствует нашим национальным интересам, то есть что это означает, то есть он четко показывает, что открытие транзита через Абхазию или через Транскам, через Южную Осетию, кстати, Транскам намного удобнее военно-грузинской дороги, если кто-то видел, то реконструкция Транскама идет, это вполне дорога европейского уровня сейчас, давайте говорить честно, оно же выгоднее Грузии, но, если Грузия согласится на транзит через Транскам, то совершенно очевидно, или на транзит через Абхазию, что будут стоять три подписи, российская, там, югостинская вариант, абхазская и грузинская, да, а это уже означает форму де-факто признания, то есть они не хотят идти на де-факто признания, и понятно тут еще и почему, это, как говорил однажды Эдуард Амбросевич про абхазский эпизод своей политической карьеры, тогда большинство грузин было настроено так, и я не мог пойти против воли толпы, да, это он сказал незадолго до смерти. Так вот, вопрос так называемых оккупированных территорий ставлю в кавычки, это для грузинского общества, как показывают опросы общественного мнения, это идея фикс. Плюс ко всему существует замечательное лобби выходцев из Абхазии, бывших жителей Абхазии, грузинской национальности, которые хорошо осели под крышей так называемого правительства автономной республики Абхазия в изгнании в Тбилиси, и это, извините, статус. Снятие вопроса о де-факто признании Абхазии, а за ним понятно, что де-факто признание Южной Осетии, это означает, что эти люди теряют свой статус, ну зачем они нужны? Получая много лет, деньги из госказны, имея право вмешиваться в те сферы, которые как бы и не относятся к их компетенции. Значит, любое грузинское правительство, оно вынуждено оглядываться на эту часть общества, которое давно живет в прошлом, ушедшем, минувшем днем, и оно, к сожалению, это есть еще один некий ограничитель российско-грузинской перезагрузки, и еще одна вещь, о которой хотелось бы сказать, это что мы фактически сейчас, что российско-грузинская перезагрузка, так называемая, после 2022 года, она может очень сильно, так сказать, поменяться из-за внутриполитической конъюнктуры самой Грузии. Понятно, что Саакашвили превратился из одного из влияющих политиков в Восточную Европу политического маргинала, понятно, что его соратники не могут выдвинуть ничего и не могут нарастить протестный потенциал улицы, но это пока. Понятно, что пока правящая партия имеет достаточно широкую скамейку привлекательных запасных лиц, которых можно использовать в качестве премьеры. Господин Иванишвили будет, да, что на смену Гарипашвили придет Каладзе или не придет Каладзе, но в любом случае пока, допустим, на выборах 2024 года, я считаю, что грузинская партия, партия «Грузинская мечта», она удержится. А что будет через три или четыре года? Если внутриполитическая конъюнктура в Грузии поменяется, не можем ли мы остаться, не может ли поменяться и вектор в отношениях Москвы и Тбилиси, а значит и поменяется пока нейтрально, как бы спокойное отношение нынешних грузинских властей к Южной Осетии. Понятно, что они не хотят признавать субъектности Южной Осетии, это понятно, но они не готовы воевать, общество грузинское пока не готово воевать. А что будет через два-три года? Вот как бы о чем я хотел бы задать эти вопросы и сказать. Да, благодарю вас. Вадим Батазович, вам все-таки передаю слово, уже давно это собиралась делать. Вот как отметил Артур Викторович, вход Южной Осетии в евразийское пространство возможен через образование и культуру. Скажите, пожалуйста, как развивалось сотрудничество России и Южной Осетии в сфере образования и культуры, начиная с 2008 года, и как Россия помогает в развитии системы высшего образования в Южной Осетии? Спасибо, Виктория. 26 августа 2008 года, как мы все знаем, Российская Федерация признала независимость Республики Южной Осетии. За этим актом последовало логическое продолжение, а именно подписание главами стран договора о союзничестве и интеграции. Потом последовали межправительственные соглашения, дополнительные соглашения к этим соглашениям. Итогом чего в сфере образования и науки стало первое – это взаимное признание документов об образовании. Это признание квалификации стран. И это позволило с большим интересом смотреть в нашу сторону высшим образовательным заведениям Российской Федерации в плане сотрудничества. Только за последние 10 лет было подписано более 60-е соглашение о сотрудничестве с ведущими вузами Российской Федерации. Также, как верно заметил Артур Викторович, Югостинский государственный университет вошел в Евразийскую ассоциацию университетов. А это уже охват больше, чем, допустим, образовательное и научное пространство Российской Федерации. Это уже мы вышли на сотрудничество и с республиками бывшего Советского Союза. Хочу отметить, что ректору Югостинского государственного университета было предложено участие в работе Российского союза ректоров. Также хочется отметить, что Югостинский государственный университет получил возможность доступа к электронным ресурсам библиотеки Российской Федерации. Много очень направлений, где мы фактически получили большие возможности. Это и участие студенческой молодежи Южной Осетии в разного рода форумах молодежных в Российской Федерации. Это и совместное участие в научной деятельности ученых Российской Федерации Южной Осетии. Допустим, такой проект, как Российский фонд фундаментальных исследований Республики Южной Осетии, где группы ученых России и Южной Осетии, они, подав заявки и выиграв те или иные гранты, непосредственно уже выдавали научный продукт. Говоря конкретно про Югостинский государственный университет, сегодня это современный университет. Как верно заметил Артур Викторович, в ходе прямых попаданий снарядов во время грузинно-осетинского конфликта, главный корпус университета был сожжен два раза. Сегодня Российская Федерация позволила нам работать, учиться в современном университетском комплексе, который был введен в эксплуатацию в 2018 году, так как нельзя было проводить учебный процесс в тех корпусах, которые фактически больше представляли из себя руины, чем корпусы для проведения учебного процесса. Это все, безусловно, позволило нам двигать образование и науку вперед. Здесь я не могу не отметить и возможность учиться абитурентам Южной Осетии в ведущих вузах Российской Федерации. То есть под них каждый год выделяются целевые места, и фактически абитуренты Южной Осетии имеют возможность учиться не только в Югостинском государственном университете, но и в ведущих вузах Российской Федерации. Также хочется отметить событие, которое произошло в прошлом году, в сентябре, когда, празднуя 90-летие ЮГУ, мы провели в стенах Совета Федерации презентацию нашего вуза. Такого рода мероприятие было впервые в стенах Совета Федерации, никогда до Югостинского госуниверситета вуз не проводил презентацию в стенах Совета Федерации. Мы тесно сотрудничаем с комитетом науки, образования и культуры Совета Федерации, и очень многие вопросы мы решаем через этот комитет. Также хочется отметить, что мы тесно сотрудничаем с вузами, и не только по направлению образования и науки. Югостинский государственный университет стал не только центром образования, центром науки в Южной Осетии, но и становится центром политологии. И та работа, которую мы сегодня проводим с точки зрения геополитики и с точки зрения внешней политики, как Российской Федерации, так и Республики Южной Осетии, крайне важна, так как мы доводим до всего мира то, что сегодня происходит в Южной Осетии. И здесь я также хочу отметить, что на самом деле Республика Южная Осетия сегодня это молодое демократическое государство, как верно заметили спикеры состоявшие. И то, что нас признала Российская Федерация, а дальше, благодаря содействию Российской Федерации, нас признали еще и шесть стран-членов ООН, потому что без признания Российской Федерации независимости Южной Осетии не было бы и последующих признаний членами ООН, которых я уже озвучиваю. Это прежде всего крупнейшие страны Латинской Америки, Венесуэла, Никарагуа. Это крупная арабская страна, Сирийская Арабская Республика и ряд других стран. Здесь я хочу отметить, что и в сфере образования и науки нам дают этот дополнительный импульс. Уже сегодня прорабатывается вопрос подписания соглашения с университетами Алеппо, Дамаска. Сегодня прорабатывается вопрос подписания соглашения с некоторыми вузами стран Восточной Европы. Будем сотрудничать с Исландской Республикой Иран в сфере образования и науки. На днях у нас открывается Центр Иранской культуры. И даже уже в эту сторону у нас появляются большие возможности. Это все благодаря безмерной помощи Российской Федерации Южной Осетии. И, безусловно, мы и дальше будем делать все возможное, чтобы наше единство было во всем, во всех направлениях, во всех сферах деятельности нашей молодой республики. Спасибо. Спасибо. У нас есть вопросы, которые приходят сейчас в онлайн-формате. Один из них прочту прямо сейчас. Иван Горбунов. В последнее время все чаще звучат мнения, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили. Согласны ли вы с этим? И как в будущем не повторить таких ужасных трагедий, которые произошли в 2008 году в Южной Осетии и идут с 2014 года на Украине? Кто бы мог ответить? Артур Викторович, пожалуйста. Да, спасибо. Дело в том, что незавидна судьба Зеленского, потому что это процесс или итог процесса, или точнее сказать, кризиса элита образования. Когда человек, не имеющий ни малейшего политического бэкграунда, становится главой государства крупнейшего европейского, он становится адептом чьей-то политики. Он не проводит... Украинской политики в мире уже нет. Ее нет уже... Наверное, уже не было фактически в определенном смысле при Ющенко. Но при Зеленском она вообще полностью была нивелирована. То есть такого явления, как украинская политика, к сожалению, нет. Такого явления, как грузинская политика, при Саакашвили не было. Гарибашвили, который в Катаре заявил такую пророссийскую сентенцию, ему никогда этого не будет, ему никогда этого не простят. Но возвращаясь к Зеленскому, дело в том, что он уже повторил. Уже на данный момент повторил судьбу Саакашвили, потому что он вверг страну в глобальнейший, серьезнейший кризис. Украина стала прокладкой не буферным государством, а прокладкой между серьезными геополитическими державами. Это факт. Что будет дальше, боюсь, ни Западу, ни какой-либо другой стране. Судьба Зеленского уже не будет интересна. Я дополню, как раз там был второй образ, как не повторить такие трагедии в будущем. Это очень важный момент на самом деле, потому что мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда в первую очередь российское экспертное сообщество, российские политики иногда верят не в реальность, а в то, во что они хотят верить. И когда мы говорили, например, в 2008 году, что то, что происходит в Южной Осетии, это не локальный конфликт, а это действительно часть глобальной игры, очень многие тогда не верили. Кстати говоря, Владимир Владимирович сейчас затронул вопрос оттепелей. У нас, например, нет иллюзий относительно российско-грузинских оттепелей. Мы прекрасно, понимаем, и, кстати говоря, грузы никогда это не скрывали, что оттепель в их понимании в отношениях с Россией это убедить Россию вернуть Южную Осетию и Абхазию в состав Грузии. К сожалению, от 2008 год, уроки 2008 года в Грузии, в принципе, с одной стороны, они их усвоили, иначе бы они опять ввязались в конфликт, они прекрасно понимают, чем это для них чревато. Они не начинают войну, агрессию против Южной Осетии и Абхазии не потому, что они многое поняли, многое осознали, что они, так сказать, более прагматичны, чем, так сказать, или думают иначе, чем команда Саакашвили. Нет, на самом деле нет. Они просто прекрасно понимают, какой катастрофой это может для них оказаться. Если бы у них была уверенность в том, что это сойдет им с рук, они бы сегодня начали эту войну с Южной Осетией. Там никаких иллюзий быть не может. И то, что, кстати говоря, то, что сегодня правящая верхушка грузии, грузинская мечта выступает с каких, ну скажем так, условно пророссийских позиций, а президент Грузии Зурабишвили с антироссийских позиций, это тоже не более, чем элемент грузинской игры глобальной, направленная на то, что, так сказать, Зурабишвили президент, не имеющий полномочий особых, да, и поэтому эта игра рассчитана в том числе и на Запад, то есть с одной стороны, значит, показать Западу, что никакого кардинального пророссийского украина нету, а с другой стороны, и внутриполитически это имеет значение, потому что не отдать антироссийскую повестку, значит, команде Саакашвили, и здесь не должно быть иллюзий, антироссийская повестка, антироссийские настроения в Грузии имеют достаточно серьезную почву, достаточно серьезную, иначе бы ими не пользовались. И большую корневую систему. Да, безусловно. Поэтому, я же говорю, единственным средством от того, чтобы не повторить такие трагедии, является умение или желание смотреть в реальности, анализировать реальность. Я понимаю, иногда очень удобно верить в то, что хочется верить, но, к сожалению, реальность не всегда бывает такой, какой хочется. Но зато анализ реальности позволяет делать те шаги, которые предотвращают потом трагедию в будущем. И в этом плане очень многие уроки Цхинвала не были усвоены, поэтому, может быть, если бы они анализировались более тщательно, более серьезно, из них делались бы выводы, не воспринимались иллюзии, может быть, очень многих моментов удалось бы избежать, в том числе и в плане украинской трагедии. Спасибо, коллеги. Если есть вопросы на московской площадке, поднимите, пожалуйста, руку, а пока передаю слово опять-таки в Цхинвал. Наташа, пожалуйста. Спасибо, Виктория. У меня вопрос в догонку, вопрос в безопасности, то, о чем сейчас говорили Вячеслав Федорович. Вопрос Артуру Викторовичу. Российская Федерация является гарантом безопасности Южной Осетии и тот факт, что с 2009 года на территории республики расположена российская военная база, дает нам уверенность в безопасности. Но, тем не менее, сохраняется необходимость подписания юридически обязывающего документа, документ о неприменении силы. Вот Грузия пока отказывается подписывать этот документ. И какое решение вопроса вы видите? Спасибо. Грузия в обозримой перспективе. Тот грузинский политик, который подпишет этот документ, подпишет себе смертный приговор. Потому что мы знаем, как называется Южная Осетия в Конституции Грузии. Звучит бывшая Юго-Остинская автономная область. То есть, как это называется, в обиходе, я не знаю ни одного грузинского политика, который, реально грузинского, который готов признать легитимным шаг России от августа 2008 года. В этих условиях выстраивание Юго-Остинской дипломатии по так называемому многовекторному курсу в отношении Грузии, это такой реальный шаг. То есть, нужно протокольно, не работать над договором, протокольно, в рамках экономического дискурса, образовательного дискурса, подвозить Грузию через посредников, через легитимных посредников, возможно, через Армению, возможно, через Азербайджан, возможно, через Беларусь, которые позиции Лукашенко, как бы там ни были, но они с началом СВО тоже усилились на постсоветском пространстве, и он становится таким одним из геополитических рупоров. Но вот подводить Грузию к тому, шаг за шагом, с помощью локальных актов, локальных заявлений, к тому, что нельзя допустить второго применения силы. Ну, это не второе применение силы, мы знаем и о 20-м годе, мы знаем и о геноциде, мы знаем и о 88-89-м и других периодах. Поэтому здесь это первый шаг. Второй шаг – нужно абхазко-юго-остинскую коалицию формировать. Давление на Грузию должно быть мягким, одновременно давлеющим, но вот абхазский фактор в юго-остинской политике тоже должен быть более расширен, как и юго-остинский фактор в абхазской политике. В то же время, я думаю, я вот помню Приднестрова-Юго-Осетина-Абхазский формат, когда еще был главой Приднестрова Смирнов, вот он прям в хорошем смысле был раздражающим, но одновременно отрезвляющим фактором для политической элиты Грузии. Вот такой фактор нужен, что хотя бы на каком-то локальном уровне или на каком-то минимальном политическом уровне потенциал Южной Осетии нужно в международный обиход вводить с помощью новой терминологии, вот о чем говорил Вадим Бутач. Вот эта школа политологии, которая школа и ассоциация политологических экспертов, которая есть уже, она должна более реально действовать. Нам нужны новые термины, новые формулы. Вот формула договора, она пока не действует, но нужно разрабатывать другую формулу. Спасибо. И можно, Виктория, одну фразу в контексте опасений Владимира Владимировича. Я прекрасно понимаю ситуацию, что если даже на сегодня нам всем кажется, что уже эти процессы становления республики необратимы Южной Осетии, то тем не менее надо сделать все возможное, чтобы в первую очередь вернуть Южную Осетию в информационное мировое поле. Сейчас получается такая ситуация, что события августа 2008 года в мире понимаются как агрессия России в сторону Грузии, а не так, как было на самом деле. То есть реально весь мир должен узнать хотя бы спустя 15 лет, что на самом деле именно Грузия является агрессором в плане грузино-остинского конфликта, а никак иначе. И Россия именно выступила там как освободитель и как спаситель югостинского народа. Если мы сейчас не переломим ситуацию в этой области, нам будет намного сложнее. Потому что я еще раз говорю, многие народы в мире, они фактически получали неправдивую информацию о том, что происходило в Южной Осетии. И сегодня я еще раз говорю, надо вернуть тему Южной Осетии в информационное поле, надо сделать все возможное, чтобы доводить до всего мира, что благодаря именно Российской Федерации, благодаря самоотверженному труду югостинского народа мы развиваемся, мы двигаемся, строим школы, строим наше молодое общество, и это должен видеть прежде всего во всем мире народы, которые проживают и которые уже имеют в сторону нас совсем иное мнение. И тогда уже Грузия не будет жертвой именно конфликта России и Грузии, а Грузия будет выглядеть как агрессор в конфликте с маленьким народом Южной Осетии, с информацией. Это журнал «Абзац» Александр Антонов, неоднозначный вопрос, звучит он как «Признала ли Беларусь независимость Южной Осетии?» Я бы, наверное, его несколько переформатировала и хотела бы спросить, каковы перспективы признания и немножко, может быть, поговорить о сотрудничестве Южной Осетии с Беларусью. Мы знаем, что президент Лукашенко не так давно был с визитом в Абхазии, вот каковы перспективы сотрудничества с Южной Осетией? Беларусь я пока не признала Республику Южной Осетии, ничего страшного в этом я не вижу на самом деле. Александр Лукашенко – глава независимого белорусского государства, и в принципе он поступает именно исходя из интереса своего государства. Я уверен в том, что рано или поздно Беларусь я признает Южную Осетию, в этом я не сомневаюсь. Кстати говоря, в 2008 году был момент, когда Беларусь обошла, он сам Александр Григорьевич рассказывал об этом, когда Беларусь очень близко подошла к признанию Южной Осетии и Абхазии. Я думаю, сейчас снова наступает такая ситуация, когда Беларусь опять близко подходит к этому. Тем более, что один из наших внешнеполитических приоритетов возможных может стать именно вхождение Южной Осетии, кстати говоря, Абхазии, насколько я знаю, тоже, но я буду говорить только за Южную Осетию в состав союзного государства. Поэтому я, например, не сомневаюсь в том, что Беларусь признает независимую Южную Осетию, как не сомневаюсь в том, что и другие государства признают. Говоря о перспективах признания Южной Осетии, я могу сказать, что эти перспективы и есть. И, кстати говоря, именно эпоха геополитических перемен, в которой мы сегодня находимся, она может этот процесс очень серьезно ускорить. Если раньше велотекущий такой процесс, он, может быть, не приводил быстро к результатам, то сегодня эти результаты могут состояться очень быстро, потому что ситуация в мире меняется на глазах на самом-то деле. И, естественно, так сказать, в этом плане, поэтому у Южной Осетии есть большие перспективы, что ее независимость будет признана. Что касается сотрудничества, то я согласен с Артуром Викторовичем. Действительно, мы не должны замыкаться на, когда мы говорим о сотрудничестве с другими государствами в международном плане, мы не должны замыкаться исключительно в рамках официоза, потому что официальные рамки, они достаточно ограничены. И в этой ситуации гуманитарная сфера, общественная сфера, информационная сфера имеет большой потенциал для того, чтобы, так сказать, позиционировать Южную Осетию в международном сообществе. И с Белоруссией есть определенные тоже, значит, у нас были определенные связи, есть определенные связи. Более того, мы собираемся и в дальнейшем, так сказать, именно по линии гуманитарного сотрудничества, политологической, экспертной, налаживать отношения с белорусскими соответствующими кругами. Так что в данной ситуации, в данной ситуации, я еще раз говорю, Белоруссия не приоритет. Для нас приоритет любое государство, с которым мы собираемся налаживать отношения. А какой государство раньше признает нас или какой позже, это всего-навсего вопрос техники, вопрос времени. Но то, что они признают, в этом можете не сомневаться. Можешь тогда маленькую ремарочку? Да, конечно. Значит, по белорусской проблематике. Ну, первое, два пункта таких маленьких. Первый, это, так сказать, своего рода мемуар, да? Значит, 28 августа 2008 года, значит, на Первом канале собирались делать передачу, тогда ее вел Максим Шевченко, назывался она, кажется, «На самом деле», что-то, в общем, такое было ток-шоу, когда еще Максим Шевченко был фигурой «Персоной Грата», да? «Персоной Грата» на центральном телевидении. Значит, срочно-срочно делать спецвыпуск. Сейчас-сейчас Лукашенко признает Абхазию и Южную Осетию. Вот я точно знал, что передачи делали под это. Включаю телевизор, сидят богабший какой-то по видеомосту, и, значит, в зале сидит ряд московских видных таких политологических фигур. А где Лукашенко? Лукашенко нет, не признал, да? Теперь, значит, вторая часть. Ну, по тому, как Лукашенко ведет себя по отношениям, значит, взаимоотношениях с абхазской стороной, очень видно, как он был вообще, тема двух этих государств, абхазского и югостинского, как он вообще видит всю свою политику. Значит, если мы говорим, как он побывал в Абхазии, он побывал, строго говоря, он побывал не в Абхазии, он побывал на территории госдачи, которую арендует российское ФСО в Питсунде, да? То есть он аккуратно, он даже не переехал кортежем, он приплыл в Сочи морем. Выше, там можно выйти прямо на госдачу. Второе. Де-факто сотрудничество Белоруссии и, так сказать, Абхазии, оно идет в сфере как раз образовательных программ. И фактически, я думаю, что, судя по тому, что Александр Григорьевич сказал, что никто его никогда не просил с российской стороны признавать Крым, Абхазию и Южную Осетию, то, видимо, формального признания не будет. Я думаю, что Лукашенко будет развивать какие-то сотрудничества с Абхазией уже идет. Там, кстати, интересно, потому что там в сфере IT, там, значит, я думаю, что подобное сотрудничество будет идти и с Южной Осетией. Но мне кажется, что Александр Григорьевич не готов к такому признанию формальному, еще потому что он такой, ну, человек, как бы это сказать, с большой долей политического авантюризма. Он еще, я думаю, он еще, я думаю, мнит себя неким стратегом и примирителем в Закавказском регионе. Вот он сидит сейчас, налаживает у него есть связи с Грузией. Кстати, у него есть связи с Грузией, очень неплохие. У него сейчас возникли с Абхазией связи. Думаю, что будут с Южной Осетией через какое-то время. И вот это вот игра, да, и хорошая связь с Москвой. Вот игра вот на этих вот тонких ниточках, он будет пытаться выстраивать некие комбинации. А вот куда они приведут и к чему, это уже следующий вопрос, так сказать. Может быть, кто-то хочет добавить. Я думаю, что в любом случае из-за Александра Григорьевича мы не станем решать и сейчас предполагать. Ну, я не стал решать и предполагать. Я констатировал наличие у человека определенной линии. Ну, здесь косовского прецедента не получится, когда Соединенные Штаты заставляли 46 стран раз за разом прям признавать Косово. Россия, у России другая система, Россия не давит. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, вот к вопросу о том, как не допустить прецедента Зеленского еще раз. А вот здесь один арбитр на евразийском пространстве. И теория развития евразийского пространства, теория Хартленда, она указывает на то, что кто владеет Евразией, владеет и миром. И так, раз уж пришлось России взять на себя эту миссию цивилизации, государства цивилизации, то вот, я думаю, более деятельно, более четко и прибалтийский вектор, и украинский вектор, и белорусский вектор, и вектор Южной Осетии, и Средней Азии нужно обозначать. Не стесняться заявлять о своих интересах открыто и четко. Спасибо. Мы работаем уже больше часа. Наташа, если у вас остались вопросы, буквально несколько минут у нас еще есть? Да, есть. Спасибо, Виктория. Вот у Патра Задударовича ремарка. Пожалуйста, вам слово, Патра Задударович. Да, я еще раз хочу подчеркнуть, что признание независимости Южной Осетии в августе 2008 года реально перестроило мировую геополитику на Южном Кавказе. И отношения Российской Федерации и Южной Осетии не зависят от контекста оттеплений российско-грузинских отношений. Я просто это хотел подчеркнуть, потому что на самом деле эти вопросы волнуют жителей Южной Осетии. Спасибо, наверное. Спасибо, наверное. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, я хочу еще раз напомнить, что 26 августа 2008 года Российская Федерация признала государственную независимость Южной Осетии. В нынешнем году мы отмечаем 15-летие этого важного события. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие сегодня в видеомосте Москва-Цхинвал, Международного информационного агентства «Спутник». И на этом сказать всем до свидания. Еще раз будем встречать и ожидать события, которые случатся совсем скоро. Спасибо всем и до новых встреч. Спасибо. 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 Продолжение следует...